Николай Носов Когда мы смеемся? У меня под окном полисадник с невысокой чугунной оградой. Зимой дворник убирает улицу и сгребает за ограду снег, а я бросаю в форточку кусочки хлеба для воробьев. Как только эти печуги увидят на снегу угощение, так сразу же слетаются с разных сторон и рассаживаются на ветках дерева, которое растет перед окном. Они долго сидят, беспокойно поглядывают по сторонам, но спуститься вниз не решаются. Должно быть, их пугают проходящие по улице люди. Но вот один воробей набрался храбрости, слетел с ветки и, усевшись на снегу, принялся клевать хлеб. Другой воробей увидел это и тоже спорхнул вниз. За ним спорхнул третий, четвертый, и скоро вся воробьиная стая уже сидит на снегу и клюет хлеб. Никто и внимания на прохожих не обращает. По своей натуре воробьи, ребята дружные, компанейские. Они очень любят обедать, как говорится, за общим столом. Вот один из них пристроился к кусочку хлеба и подщипывает его снизу. Другой задрал голову, выпятил грудь, словно гордый конь, и толпит этот же кусок сверху. Неожиданно он замечает, что мешает своему товарищу, и сейчас же переходит к другому куску, который лежит неподалеку, рядышком. Кусков много, хватит на всех, говорит он всем своим видом, ссориться совершенно не из-за чего. Однако не у всех воробьев такой компанейский характер. Некоторые схватят кусочек хлеба, оттащат его в сторонку, и там уж и клюют, чтоб никто не мешал. На этих воробьиных единоличников вообще невозможно смотреть без смеха. Вот один из них выковырял из-под снега увесистый кусок хлеба, оттащил его подальше от остальных воробьев, и уже приготовился хорошенько подзакусить. Да откуда-то сбоку налетел другой воробей, схватил безо всякого предупреждения хлеб и полетел с ним кверху. Стоило посмотреть на беднягу, который остался, как говорится, с носом. У него был такой растерянный вид, он даже клюв разинул от удивления. А этого нахального воробья, который таскает чужие куски, я давно заприметил и даже придумал ему имя — Афонька, а по фамилии — Вредный. Этот Афонька Вредный никогда не ест в общей компании, а прилетит, когда его вовсе не ждут, схватит у кого-нибудь из-под носа самый большой кусок и летит с ним куда-то к себе в застреху. Иной раз в клюв Афоньке попадается такое огромное кусище, что оттягивает его голову к низу, и ему приходится лететь, перевернувшись в воздухе кверху хвостом. Крыльями он молотит по воздуху с такой страшной силой, что шум доносится ко мне в комнату сквозь стекло. Мне кажется, что Афонька Вредный когда-нибудь все-таки свалится под непосильной тяжестью вниз и как следует стукнется. Я нарочно бросаю ему куски покрупнее, чтоб посмотреть, до чего его в конце концов доведет жадность. Есть там еще один вздорный, дрочливый воробей-задира. Этот задира налетит коршуном на какого-нибудь миролюбивого воробья, оттеснит его в сторону, клюнет разок от его куска, тут же налетит на другого воробья, клюнет от его куска, тут же бросится к третьему. То ли его зависть мучит, то ли чужие куски кажутся слаще, но он только и делает, что на других бросается. В конце концов ему попадется такой же, как он, забияка, или же просто неуступчивый воробей, который сам чужого не хочет, но и своего не отдаст. Тут-то они и начнут наскакивать друг на друга, сталкиваться грудью и взлетать кверху, словно два петуха. Задира так и норовит побольнее ковырнуть своего соперника носом, но и соперник не уступает. Так они в драке и про хлеб-то забудут. Словом, смех, да и только. Когда воробьи съедят весь хлеб, они взлетают кверху и рассаживаются на дереве, отдыхают, чистят носы о ветке. Вид у них сытый, довольный. Однажды я решил сделать для них сюрприз, то есть неожиданный подарок. Думаю, что им, беднягам, толочься по снегу морозить лапы, пусть угощаются, не сходя с дерева. Надел шапку, пальто, вышел в палисадник и принялся натыкать на сучье дерево кусочки хлебного мякиша. Вот, думаю, воробьи обрадуются. Вернулся домой и жду. Целый час, должно быть, в окошко пялился. И хоть бы один воробей. Что же-то, думаю, неужели не видят? Вдруг откуда-то сверху слетает какой-то странно растрепанный воробьишка и садится на ветку рядом с торчащим носуку мякишем. Хвост у этого воробьишки коротенький, будто ощипанный. Загревок взъерошенный. На спине одно перышко сломано. И торчит кверху. Что это, думаю, за степка-растрепка прилетел к нам? Я такого еще не видел. Наверное, удрал от кошки, которая хотела его поймать. Или подрался с кем-нибудь. А степка-растрепка меж тем сидит на ветке и даже внимания не обращает на хлебный мякиш. Потом случайно взглянул на него искоса. Заморгал испуганно глазками. Нижняя челюсть у него отвисла. Лапы разжались сами собой. И степка свалился вниз, словно подстреленный из ружья. Не долетев полпути до земли, он неожиданно встрепенулся, замахал крылышками и полетел, постепенно набирая высоту куда-то по косой линии через улицу. Я так и расхохотался. Понял, что этот дурашливый воробей просто-напросто испугался торчащего на суку хлебного мякиша. Он, видимо, не заметил других кусков, которые были насажены вокруг, и сел по привычке на ветку. А потом увидел, что рядом с ним сидит что-то непонятное, странное. И так оторопел от испуга, что свалился с дерева. Ему ведь никогда раньше не приходилось видеть, чтобы на деревьях куски хлеба росли. Остальные более осмотрительные воробьи. Видно, сразу заметили на дереве что-то странное, непривычное, и не решались садиться на ветки. Наверное, они даже не догадались, что это хлебный мякиш. Воробьи, печушки хотя и маленькие, но очень осторожные, и все непонятное пугает их. Я, конечно, не знаю, что думали воробьи. Может быть, они вообразили, что это какие-нибудь невиданные живые существа, которые могут им чем-нибудь повредить. Но до тех пор, пока на ветках торчали кусочки хлеба, ни один воробей даже не подлетел близко. Однако стоило мне убрать с дерева хлеб, как они стали прилетать снова, и уже ничего не боялись. Степку-растрепку я с тех пор так больше и не видал. Наверное, это был какой-нибудь залетный, шальной воробей с другой улицы. А в общем, воробьиный народ мне нравится. Они, печушки, очень симпатичные и очень смешные. Я долго думал над тем, почему мы смеемся над ними, а потом понял, что смешит нас в них то же самое, что и в людях. Мы смеемся обычно над такими людьми, которые заботятся только о себе и не думают о других. Смеемся над невежими, грубиянами, задирами, дрочунами, которые не уважают никого, кроме самих себя, и не умеют ужиться с людьми. Смеемся над жадными и завистливыми, которые стараются захватить все в свою собственность, над зазнайками, гордецами, которые воображают, что они самые лучшие, а другие совсем ничего не стоят. Смеемся и над разиними, над рассеянами, над трусишками, которые пугаются всякого пустяка. Один мой знакомый, он очень ученый профессор, говорил мне, что мы смеемся над воробьями, когда замечаем, что они в чем-то похожи на людей. Но мне почему-то кажется наоборот. Мы смеемся над людьми, когда замечаем, что они в чем-то похожи на воробьев. Вот подумай над этим, когда у тебя будет свободное время.